Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Прежде чем я начну расклад, а расклад у нас сегодня будет только на две позиции. Позиции вы видите голубенькие и красненькие камешек, потому что позиции будут большие, поэтому я сделала только две. Хотя в принципе можно было сделать и одну. Я хочу сказать вот что. Если вы уже видели мой пост в разделе сообщества о том, что я на площадке Яндекс.Дзена открыла свой новый канал. Цель его заключается в том, чтобы дублировать видеорасклады, которые у меня есть здесь на канале YouTube. Это для тех, кто боится и переживает, что не сможет смотреть расклады на YouTube, что возможно доступ будет закрыт. Я не знаю, как будет разворачиваться ситуация и какое будет положение. Но на всякий случай, чтобы вы не волновались и не переживали, я загружаю те же самые расклады, что и здесь у меня на канале, на эту площадку. Поэтому вы можете перейти. А если вы смотрите с компьютера, а не с телефона, то на моей главной странице моего канала, там где написано видео, плейлисты, сообщество и так далее. Прямо на фотографии в верхнем половом углу есть два значка. Один значок Инстаграма в моей соцсети, а другой как раз таки Яндекс.Дзен. Вы можете туда нажать, и вас сразу перебросят на канал, и вы сможете подписаться. Это чтобы не искать какие-то ссылки, где и как меня найти. Тут такая вот информация. Каждый раз что-то новое придумываем, каждый раз что-то новое случается, и приходится как-то выходить из ситуации. Надеюсь, в скором будущем все изменится и как-то прояснится хотя бы ситуация и устаканится. Ну что, будем смотреть расклад. Расклад я назвала «Зима забытых душ» или «Душевное одиночество». Именно «Душевное одиночество». Он будет направлен на то, в чем причина, почему я не могу чувствовать, ощущать близость другим человеком. Почему я не могу найти человека, и это не про партнерство. Вы знаете, что я на своем канале не рассматриваю тему любовных взаимоотношений. Эта тема в общем очень большая, очень глобальная, когда есть ощущение пустоты. Эту пустоту невозможно закрыть ни другим человеком, ни каким-то любимым делом. И мы очень хотим внимания, мы все хотим быть понятыми, принятыми, и мы все хотим любви. Но кому-то удается, а кому-то нет. Так вот, будем разбираться сегодня тем, кому не удается найти такого человека, с которым хотелось бы вот этого, знаете, душевной близости. Я не говорю про физическую. Я имею в виду душевную, когда ты можешь доверять человеку, ты можешь открыться, тебе будет с ним хорошо и безопасно. Так, ну вот такое вот вступление. Давайте приступим. Позиция номер один, голубенький камешек. А что скрывается за вашим одиночеством? Великий Аркан сюда выпал. Не случайная такая, знаете, ситуация. За вашим одиночеством скрывается то, что вы должны провести такую некую ревизию своих собственных ценностей и понятий в жизни. Карта суда у нас говорит о глубинной трансформации, о перерождении, когда человек очищается полностью от того, что ему не нужно. Здесь как будто бы, знаете, новое рождение. У каждого человека есть два рождения. Одно физическое и одно душевное, духовное. Называйте, как хотите. Если первое, это естественно для всех, то второе, оно не для всех. То есть здесь человек должен созреть именно духовно для того, чтобы переродиться, для того, чтобы его внутренний взор открылся новому мировосприятию. Достаточно такой, знаете, высокий уровень осознанности. И вот за вашим одиночеством стоит именно вот этот вот аркан высшего суда, когда вы должны полностью переродиться, переродиться в духовном плане, да, не физическом, а именно в духовном. Очиститься, убрать все ненужное. Зажечь в себе вот этот вот новый огонь жизни, да, но именно с точки зрения духовности. Здесь очень много духовности. Здесь вообще не про физический мир. Что стоит за вашим одиночеством? За вашим одиночеством стоит огромная-огромная трансформация, когда большой цикл вашей жизни должен быть завершен. Возможно, здесь идет выплата каких-то кармических уроков. Знаете, когда встречаешь одного человека, вроде бы сначала все хорошо, потом понимаешь, что опять урок. Опять встречаешь, вроде бы уже все, научился, и хочется по-новому, и снова урок. И вот это вот безмерная такая очереда, и ты не понимаешь, а почему одни уроки, где же будет тот человек, да, где наконец-таки будет то, что я, ну, заслужил то, что я хочу. Но здесь чувство того, что то, что с вами происходит, это не случайно вам показывает, что вы должны переродиться, а у вас этого перерождения не происходит по аркану, по аркану суда. Да, вы пока как будто бы выплачиваете долги прошлого, своего собственного прошлого, да, вот карму, которую вы посеяли, может быть, в прошлых воплощениях, может быть, в этом воплощении. То есть, знаете, такие жесткие, холодные уроки, которые приведут вас, наконец-таки, вот к этому высвобождению, к полному исцелению. То есть, за вашим одиночеством кроется, на самом деле, большой духовный дар, подарок, именно перерождение, именно зрелости, осознание. Я бы сказала, вот если в планах масштабных, таким мы бы говорили, это как раз-таки этап перехода одного уровня, но другой. Прямо именно перерождение, как бы, это не то, что я перехожу из первого класса во второй, а это когда ваше сознание настолько расширяется, когда вы начинаете видеть реальность такой, какая она есть, без приукрас, без иллюзий. И в этом нет ничего такого, знаете, сухого и серого. А наоборот, как будто бы, знаете, открывается вот ваш третий глаз, ваше видение становится иным. До этого надо дозреть, до этого надо... Здесь непраготовность, а здесь как-то, знаете, вот бывает, когда люди решают какой-то ребус. И вот всегда приходит один человек, который только посмотрит, он сразу дает готовое решение, потому что он как будто бы в своей голове уже одновременно просчитал все варианты. И он увидел вот ту суть, которая необходима, то решение, которое необходимо. Но для того, чтобы стать таким человеком, для того, чтобы видеть варианты, он должен научиться эти варианты замечать, он должен пройти какой-то определенный опыт, чтобы понимать, ну, условно говоря, что такое треугольники, четырехугольники, когда ты и тебя предают, ты предаешь. То есть огромный-огромный спектр опыта, на основе которого у тебя происходит вот это вот созревание, и ты можешь открыть глаза и уже увидеть, что вот ты проходишь такой этап, ты проходишь такой этап. Не потому что ты начитался, да, каких-то, я не знаю, умных книг, а потому что у тебя есть свой жизненный опыт, и ты уже, знаете, как говорится, вор-вора видит издалека. Вот здесь что-то такое. Поэтому за вашим одиночеством скрывается очень глубокий, здесь даже не урок, а процесс перехода вас на другой уровень. Вам вот это одиночество, это пустота, о которой я говорила в самом начале вступления, она вам нужна, она вам необходима для вашего созревания. И вот смотрите, 20-й аркан, две десятки, и колесо фортуны, одна десятка. И это вам прям, знаете, такое ощущение, что ваше одиночество, я не знаю, оно может быть на протяжении всей вашей жизни, оно может быть сейчас. Я не знаю, какой этап мы затрагиваем, но за вашим одиночеством скрываются перемены, за вашим одиночеством скрывается ваша карма. И эта карма, она не случайна, она вам необходима. То есть если вы задаете вопрос, почему я так страдаю, 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 это вам нужно, это нужно для вашей души. Ей нужен этот опыт, не опыт страдания, а опыт, который она накапливает в процессе того, что с ней происходит. Только ваше восприятие идет как будто бы через страдания. Но ей необходим этот опыт болезненный. Прямо вот очень-очень необходим. И это все связано с какими-то утратами, утратами, потерями. Постоянно вы что-то теряете. Здесь вот как раз-таки, знаете, есть такое ощущение, чтобы вы поняли, вот одиночество, оно как будто бы вам дается. Мне кажется, сегодня у нас урок раскладывает такой достаточно высокодуховный. Но коль вы слушаете, значит, вы готовы. Здесь пятерка кристаллов в колоде Таро Шаманов, она говорит о том, что за вашим одиночеством скрывается утрата, потеря. И вас как будто бы учат тому, что вам ничего не принадлежит. Не только потому, что вы по жизни шли легко, а для того, чтобы вы как раз-таки обратили внимание на то, что душа в этом воплощении, она находится для того, чтобы получать уроки, а не привязываться к каким-то людям, к каким-то ситуациям, к вещам, к материальному плану, прохождение. Такое ощущение, что вы как будто бы некий такой пилигрим по жизни. Вы просто идете в некий странник. У вас, в принципе, ощущение того, что вы уже пришли к тому, что ваша жизнь стала минималистичной, у вас уже ничего не осталось из вещей, ничего не осталось из людей. Как я говорю, некий такой странник по жизни. И эти утраты, они вам дают как раз-таки мудрость. Через вот эти сложности, потери, вы приходите к осознанию. Вы получаете, знаете, вот мне показывают пустыню, идут бедуины по ней. В принципе, у них все есть. У них есть еда, у них есть вода, самое необходимое. И у них есть жизнь, и здоровье, что самое тоже ценное. И они просто переходят с этого места на другое. Они путешествуют, они не привязываются ни к чему, потому что их смысл жизни, жить и наслаждаться то, что они имеют. Вот вас примерно такое, такому обучают. И в таком образе жизни приходит мудрость, приходит мудрость жизни, понимание жизни, ее основ, ее смыслов. То есть, если бы у вас был материальный план, богатство, изобилие, и не знаю, там, любовь, счастье, дети, семья, и не знаю, что нужно каждому человеку, то вы бы не стали, давайте скажем так, философом по жизни. В вашей душе вот это нужно. Почему нет близкого человека, который бы понял вас? Аркан умеренности, повешенного. Опять-таки, великий аркан выпадает. Нету человека, который бы понял вас, потому что ваши цели, вашей души познать себя. Познать себя, разобраться, кто вы, что вы, для чего вы пришли в эту жизнь. То есть, здесь вот по аркану повешенного, здесь идет духовный какой-то вот урок. И этот урок вы как раз-таки проходите, как я говорила, по высшему суду, через лишение, через лишение себя, через ограничение, через пожертвование чем-то. То есть, ощущение того, что вы жертвуете как раз-таки близким человеком для того, чтобы познать, кто вы. И вот на повторе высший суд. Я не знаю, что у меня за люди пришли по первой позиции, но здесь, если даже вы не занимаетесь никаким образом эзотерикой, ваша душа, она достаточно мудрая, она достаточно глубокая. У вас нет близкого человека, потому что ваш уровень, знаете, давайте так скажу, люди вашего уровня, они, как правило, не парные. То есть, есть такие же, как вы, достаточно духовно развитые, но они не парные, потому что развитие вот у таких людей, оно идет индивидуальным порядком, не групповое, вам как будто бы не нужна парность, да, безусловно, необходим человек, который бы понимал вас. Но вот именно в лишении, через лишение этого понимания, через лишение каких-то своих, как бы так сказать, соратников, да, людей, единомышленников, из-за того, что их нету, вы как будто бы сами себе являетесь вот этой половиной. И ведя внутренний диалог, какие-то созидания, размышления, это помогает вам получать ту глубину, которая вам необходима. Я бы, знаете, я бы сказала, что здесь вот люди уровня магов, объясню, что я имею в виду. Маги понимают, им не запрещено иметь семьи, но они понимают, что их любимое дело, то есть смысл жизни, да, например, как у философов, то, что они ищут по жизни, им не запрещено, и они могут найти тех людей, которых им необходимо, но они понимают, что для их дела, то, что они как бы так несут через всю свою жизнь, им необходимо время, но это очень напоминает отшельников, но отшельника это не тот уровень, то есть отшельник все-таки это как будто бы еще ученик, а здесь ощущение того, что здесь человек уже ведущий, и где-то на уровне сознания, либо наоборот, может быть, нет, здесь скорее всего человек осознает, что ему одному лучше, чем быть в какой-то паре, потому что именно вот через эти страдания, через ограничения, через лишение, через вот какую-то болезненную, через боль, вы приходите к, как бы так сказать, я не знаю, как вам объяснить мудрость, это иное состояние души, знаете, вот такое глубокое, если бы у вас была иная жизнь, если бы у вас был человек, который вас понимал, либо партнер, либо люди вас окружали, вы бы не были такими, кем вы являетесь из-за вот своего одиночества, из-за того состояния, в котором вы находитесь, вот по этой причине у вас нет такого человека, какие мысли не пускают в вашу жизнь людей, здесь девочка на пегасе, на белом летит, ваша, я бы сказала, чистота, что я имею в виду, ваше побуждение, ваше намерение, ваша духовность, она как будто бы не состыковывается с духовностью других людей, я еще раз скажу, ваш уровень, он высокий, и здесь не про интеллект, здесь не про ум, а здесь про внутреннее состояние, про ваше восприятие жизни, то, как вы смотрите на этот мир, то, как вы смотрите на людей, и это не гордыня, это не эгоизм, о том, что вот я такой хороший, а другие все плохие, нет, а именно ваши стандарты, именно ваши ценности, ваша морали по жизни, ну, условно говоря, да, что все должно быть в справедливости, я никогда лишнего не возьму, чужого не возьму, и вот из-за ваших каких-то принципов, люди другие не могут войти в вашу жизнь, потому что у вас стоит очень серьезный фильтр на других людей, то есть, если ты не имеешь чистой побуждения, я не буду с тобой общаться, ну, вот, к примеру, да, кто-то может подумать, что, если кто-то находится в паре, и при этом, ну, либо замуж, да, серьезные какие-то отношения, и начинает где-то флиртовать на стороне, я же флиртую, да, я же не изменяю, то есть, нету сексуальной близости физической, а флирт это ничто, либо там написал какое-то сообщение, а там парень девушки, либо девушка парню, да, такое, в плане флирта, да, и на этом, в принципе, все остановилось, ну, как, я же не изменяю физически, у вас такого нет, вам все равно, физически это, либо ментально, то есть, это есть измена, у вас есть четкие критерии, четкие понимания того, каким должен быть человек, каким правилам нравственным он должен соответствовать, это вот является вот этим критерием, потому что здесь единорог, еще и пегас, то есть, пегас это вообще олицетворение души, да, белая лошадь, крылатая, вот вы летите на этом пегасе, какие еще мысли не пускает в вашу жизнь людей, знаете, как-то мысли о ревности, мысли о ревности, мысли о зависти, может быть, был какой-то такой урок, где вы вступали в какие-то треугольные отношения, и сейчас такое ощущение, что я не хочу, такое чувство, что вот как будто бы все как-то изменяю, да, нету вот именно вот этой вот преданности, понимаете, чистоты души, и, возможно, мысли о том, что опять меня предадут, опять меня, мне будут изменять, вот что-то такое, тоже не впускает. Вы слишком строгие, какие мысли? Справедливости, мысли справедливости, еще раз, да, здесь судья, здесь судья, суд, суд, везде суд, знаете, такое ощущение, что вот вы судите людей очень-очень строго, очень строго по вашим параметрам, а людей таких, такого параметра, как вы, очень мало, а еще вы их начинаете отсеивать, и в принципе почти никто, никого не остается. Хорошо, давайте посмотрим теперь, какой страх влияет на отсутствие близкого вам человека по духу, то есть, если вдруг вы чего-то боитесь, хотя, в принципе, я здесь уже озвучила, то какой это страх, да, что это за страх, который они пускают? страх, страх получить новый шанс, страх, знаете, страх оказаться дураком, вот как-то непонятым, да, а вас так и не поймут, потому что у вас слишком высокие стандарты, вот, и поэтому страх быть дураком, страх, что будут пользоваться, страх, что как-то будет высмеивать, страх утратить свободу, аркан справедливости, страх, что с вами поступят как-то несправедливо, не по закону, не по совести, понимаете, у вас совесть есть, я так сказала, так это прозвучало, как наказание какое-то, нет, но у вас есть совесть, понимаете, вы не можете спать спокойно, да, если, ну, вам совесть не даст покоя, если вы что-то сделали не так, поэтому, иногда, может быть, здесь страх того, что вас пристыдят, да, но вообще вот здесь вот страх быть высмеянным, да, страх лишения свободы, страх того, что вас не поймут, ну, в принципе, у нас такой запрос был, да, но вот это вот является вашим страхом, почему вы боитесь душевной близости, то есть близости, как таковое, вы не боитесь, наверное, а вот душевный, ну, то есть открыться человеку, да, открыть свою душу, показать свою душу, внимание, еще расскажу, не про секс, здесь речь идет, секс, может быть, все прекрасно, но я имею в виду про душевную близость, почему вы боитесь душевной близости? Вы знаете, вы как будто бы накручиваете себя, придумываете того, чего нет, потому что слишком интеллект развитый, можете просчитать человека, просмотреть его, просканировать, и где-то, где-то иногда себя накручиваете, говорите того, чего нету, а почему? Ну, вы боитесь, вот опять на повторе идет у нас туз-пендакли, да, два туза, вы боитесь каких-то новых начинаний, почему вы боитесь начинать заново? Потому что у вас есть опыт прошлого, потому что, знаете, вот я говорила в самом начале, вот про эти утраты, что это ваш путь, кармический путь, давать долги, когда из вашей жизни забирали людей, тем, которым вы верили, неважно, каким образом. И здесь вы боитесь душевной близости, потому что вы как будто бы не можете смириться с самим собой. Знаете, вот этот вот страх оказаться дураком, быть высмеянным, на самом деле у вас высокие, я же говорю стандарты и требования к себе, а у вас по карме то, что вас забирают людей. И вот каждый раз, когда что-то происходит, и вас забирают людей, у вас мысль возникает того, о том, что, ну, вроде бы я не глупый человек, да, почему я это не смог предвидеть, почему я поступил так, почему я доверился. То есть, знаете, вот каждый раз вот это вот приносит вам какую-то боль, вы требуете на к себе относитесь, то есть вы не смотрите на ситуацию, что это возможно как урок, который вам необходим был. Вы начинаете сами себе, себя как-то теребить и наносить себе телесные, не физическому, а духовному плане раны. То есть, что я за дурак, почему я так поступил, и почему я открылся, почему я доверился. Вот вы кому-то, вы начинаете постоянно себя наказывать, и вы не можете примириться с самим собой, да, вроде бы я все понимаю, да, но вот как-то меня облапошили, как-то где-то я оказался наивным, доверчивым. Вот здесь вот это вот, знаете, страх доверия, да, страх довериться, потому что я боюсь, что мне сделают больно. Это главная причина вашей боль. Какая-то вот именно душевная боль. И здесь вы не можете примириться. Почему вы боитесь душевной близости, шестерки кристаллов, потому что в прошлом не можете оставить прошлое, понимаете. Здесь была какая-то... Одна ситуация здесь показывается, но мне кажется, у вас было три ситуации, где было больно, и вы как будто бы, знаете, не только вам интересный побед, вам сделали больно. Такое ощущение, как будто бы мне не дают сказать это. вам сделали больно, и вы вместо того, чтобы, ну, как-то, я не знаю, принять решение уйти, вы продолжали еще склеивать эту разбитую чашу. И каждый раз, когда вы ее склеивали, опять ее разбивали. И так было несколько раз. И такое ощущение, что вот духом-то вы воспряли, мудрость приобрели, а душа ваша, она разбитая. Вы ее никак склеить не можете. И вот вы боитесь снова этого. А вообще вы боитесь счастья. Вы боитесь солнца. Вы боитесь. Знаете почему? Потому что всю свою жизнь вы были в кавычках мучеником. И это сейчас не с плохой точки зрения, а это сейчас ваш урок был такой. Вы через боль и лишение познавали себя. И вы настолько уже привыкли к этому, что когда в вашей жизни будет появляться ощущение вот какого-то праздника, счастья, вы будете закрываться. Вы не то, что будете убегать. Но вы не поверите. Вы не поверите в это счастье. Вы как будто бы будете отказываться самостоятельно, добровольно, потому что не привыкли. Что поможет вам изменить ситуацию? Ой, по-разному. Кому-то, знаете, элементарно пойти в мастерство, как-то вот в профессионализм, да, заняться. Переключиться просто. Переключиться и вот эту вот всю боль выразить то, что у вас есть лишение через мастерство, через то дело, которым вы занимаетесь. А для кого-то, что поможет изменить ситуацию, выпадает император и верховная жрица. Император поможет, да, какой-то вот мужчина сильный, влиятельный. А вообще-то, знаете, вот мне хочется сказать, открыть свой какой-то вот бизнес, какое-то свое дело по передаванию знаний. По передаванию знаний, по глубине. Вот, знаете, как-то либо уйти вот это мистицизм, что ли, какие-то эзотерические моменты. Они, знаете, для чего вам нужны? Не потому, что у вас нету этих знаний. У вас они есть интуитивные. Здесь такое ощущение, как будто бы через эти знания вы поймете себя лучше. Вот в чем фишка. Что вы прекратите себя как-то корить, винить, и вы больше научитесь понимать себя. Для этого вам нужна верховная жрица. но здесь почему-то я вижу какое-то свое дело. Но если даже, если не профессиональная сфера, что поможет вам изменить ситуацию? Знаете, какой-то вот наставник. Причем наставником может быть как мужчина, так и женщина. А может быть даже и пара. Ну, либо какой-то мужчина. Вот, знаете, мужчина ведущий, мужчина, зрелый. вот как будто бы, понимаете, он не маг. Да, у него... Вы с ним как будто бы будете на равных. Но у вас есть духовность, а у него есть вот эта вот мужская энергия, харизма, сила, мощь мужчины. не обязательно, что он будет такой вот интеллектуально развитый, как вы. Да, он будет не глупый, но он не будет обладать мудростью, он может обладать интеллектом. А вот вы имеете вот эту вот глубину, такое ощущение, что вот вы являетесь всей вселенной, да, которая вмещает в себя все небесные светила. то есть вы это глубина, вы это масштабы. И вот рядом просто с таким мужчиной вы почувствуете вот эту, знаете, какую-то силу, она будет вас балансировать, потому что вам необходима какая-то сила, которая сбалансировала бы вас. На данный момент нету такой сил в вашем окружении. Поэтому вам нужен такой мужчина. Почему я говорю мужчина? Потому что, ну, женщина с такой силы вряд ли. Нету такой женщины, которая бы имела... Здесь как будто бы, знаете, вот когда женщины-культуристки начинают колоть себе гормоны мужские, она все равно так или иначе, пускай лицо остается женское, но тело, оно все равно превращается постепенно и приобретает мужскую фигуру, и ты уже не можешь понять это женщина либо мужчина. Вроде бы на лицо женщина, а тело мужское. Поэтому вот здесь примерно то же самое. Если вы найдете себе такую женщину, она будет вот так мужеподобно выглядеть, и это будет неестественно. Вам нужен именно мужчина, не мальчик, не юноша, а мужчина с такой хорошей мужской энергией. Вы ее почувствуете. Эта энергия, она пахнет. У нее есть определенный такой специфический запах. И это не про альфа-самца в плане буртальности, а это в плане какой-то внутренней мощи. Понимаете? Почему я имею в виду, что не должен быть именно маг? потому что вам не нужен человек мудрый, как и вы. У вас есть эта мудрость. Вам не надо с ним сражаться, сравнивать. Вам надо уравновесить свою энергию. Эта энергия, она есть у императора. То есть император человек не эмоциональный, но при этом с внутренним стержнем. Вам где-то может быть суровый, который в какой-то степени, который умеет нести ответственность, брать на себя ответственность. То есть понимаете, рядом я сейчас не говорю про качество, я говорю про энергетику, которая излучает над этим какую-нибудь известную личность, которая излучает эту харизму, эту силу. То есть ты смотришь на человека и ты понимаешь, что ему можно довериться. Вот он излучает энергию. Вот вам такой мужчина нужен. Вам может увлекаться эзотерикой. Мудрость есть у вас, но вам не хватает как будто бы вот этой силы, которую вы смогли бы получить от мужчины. Опять-таки не для того, чтобы ее перенять, а чтобы он вас как-то уравновешивал. Вот здесь про это. Что еще поможет изменить ситуацию? Научиться получать удовольствие от жизни, невзирая ни на что. Поставить себе знаете какую-то цель, как цель изменить, изменить свою жизнь, перестать бояться. Вот у вас здесь эти страхи есть, когда вы накручиваете сами себя. Вот я сказала мага и выпал орган мага. Стать этим магом для себя. Да, то есть человеком, который реализовывает свои собственные желания. Который реализовывает свои собственные желания. Но первично здесь нужно научиться получать удовольствие и не бояться от того, что я получаю удовольствие. То есть мне хорошо, значит что-то плохое будет. Нет, это старый сценарий. Здесь вам нужно наполниться. мудрости уже предостаточно, уже настрадались, уже намучились. Вам надо выбрать новую модель. Здесь вы пришли уже по высшему суду к такому состоянию, когда вы сами можете создавать свою жизнь. Но вы еще не понимаете, как это сделать. Это нужно начать. Здесь нету каких-то советов, как вам это сделать. Это должно выйти изнутри. Знаете, когда вулкан прорывается извержением, это идет изнутри, то есть он созрел. Вот у вас должно произойти извержение, когда вы поймете, что я уже настолько мощный, я уже настолько мудрый, что я могу самостоятельно создавать, как будто бы у вас появился какой-то дар создавать свою жизнь и нести за нее ответственность. Ответственность у вас есть, ответственный человек, а вот наслаждаться жизнью вы не умеете, вы не знаете как это, вы должны поставить себе цель, вы должны это захотеть и целенаправленно идти к этому, потому что вы будете скатываться в страдания, а вам это не нужно. Вот такая была первая позиция, как я и предполагала, прям слишком, даже не слишком, просто для определенного круга людей, которых не так много. вообще по жизни. Позиция номер два, красненький камешек, двоечки, что скрывается за вашим чувством одиночества, за вашей пустотой, разбитое сердце. Причем вы настолько сфокусированы на этом разбитом сердце, настолько, знаете, страдаете от того, что вы не получаете то, что вы хотите, что на самом деле в вашем пространстве, а именно за вашей спиной есть то, что вы хотите. Но вы знаете, как-то как маленький ребенок, мне показывают такую картинку, когда маленький ребенок начинает плакать, просит что-то. Он так включается в этот процесс рыдания, страдания, что уже перед его глазами ему дали вот эту игрушку, которую он хочет. Из-за того, что он плачет, он ее не видит, из-за того, что он рыдает, он ее не видит. И потом, как только на вдохе заметил, он перестает плакать и начинает улыбаться, потому что ему дали то, что ему нужно. Вы находитесь в том процессе, когда вы рыдаете, у вас уже есть то, что вам нужно, либо в вашем пространстве есть то, что вам уже нужно, вы настолько сфокусированы на то, что вам не хватает на своем каком-то дефиците в данном случае у нас идет речь об одиночестве что вы не видите вы не замечаете то что то что вам нужно уже есть у вас что скрывается за этим всем вот есть первая позиция у меня были достаточно такие зрелые души древние старые и на них выпадали все великие арканы то нас выпадают младшие арканы показать из того что вы можете на это повлиять здесь выпадает паш паш бубнов паш пиндакли ученик который говорит о том что сейчас вы проходите путь ученика что скрывается за вашим одиночеством обучение взаимодействия с другими людьми до когда вы понимаете что каждый проигрывает свою роль если вы понимаете осознаете какова ваша роль в любых взаимоотношениях то и что все люди абсолютно разные тогда вы сможете как-то быть в одном оркестре и тогда создается прекрасная красивая музыка и вот вы находитесь в этом процессе а сейчас вы как будто бы еще маленечко зациклились в своих вот этих вот своем разбитом сердце вы еще в процессе страдания да еще в процессе переживания есть только моя боль в душе и больше ничего я ваш ни во что уже не верю здесь такое ощущение что вы уже урок прошли с точки зрения допустим учителей которые вас ведут вы уже этот урок прошли вам нужно дальше двигаться именно к тому как взаимодействовать с миром по другому как взаимодействовать с миром по другому на здесь даже не на равных а на понимание что у каждого своя роль еще что скрывается за вашим одиночеством но ты говорю разбитое сердце конфликт по поводу того что не исполнилось то во что вы вкладывались если в первой позиции путь жизненный на вот основанный на страданиях на мученичестве такой знаете вот крест человек нес по жизни то у вас это какая-то одна конкретная ситуация и она случилась лишь потому что они не реализовалась потому что это было ваш урок то есть здесь один какой-то урок здесь не вся вашу жизнь один какой-то урок и вот этот вот ваш внутренний конфликт идет по поводу того что я очень хотел чтобы мое желание реализовалась она не реализовалась она не случилось и это было вот вашим уроком и вот из-за этого вашего урока когда не то чтобы вы его не осознали а вы как будто бы вот знаете застряли споткнулись споткнулись и попали вот что-то такое вязкое что не выпускает вас вы не можете выйти из этого и вот это вот такая вязкая субстанция в вас держит только потому что вы ее подпитываете своими эмоциями вот этими вот страдальческими эмоциями стоит вам только перестать страдать как это субстанция исчезнет вы встанете и пойдете дальше здесь об этом речь идет почему нет близкого человека который бы понял вас потому что вы себя не понимаете потому что вы себя не принимаете вы не принимаете ту многогранность которая есть вас потому что вас здесь вот смотрите что здесь было по шестерке бубна до что здесь по тузу кубков речь идет о том что вам нужно понять разнообразие мира и что каждый человек он такой вот какой он есть где-то совершенный где-то несовершенный до каждый приходит для своих каких-то уроков вот как будто бы здесь вам нужна лояльность и понимание того что другой человек он не похож на вас а если он не похож на вас значит он может действовать имеет право поступать так как он считает нужным на тот период своей жизни до тот выбор который он совершает в согласии с его какими-то ценностями вам не надо осуждать ни себя ни другого человека потому что у вас ценности разнятся либо убеждение разнятся а вас как будто бы обучают объединять вот это вот все разнообразие внутри себя то есть когда ну то есть нельзя сказать что например где-то доброта она лучше там справедливости да либо например милосердие она лучше агрессии нет потому что это разные вещи их нельзя сравнивать да они они не парные они индивидуальные сами по себе здесь вот вам нужно понять то есть ну как будто бы нельзя сравнивать красоту со здоровьем и то и другое имеет место в нашей жизни то и другое важно по своим и вот вы не понимаете нету близкого человека потому что нету вот это вот как раз таки понимание что человек который вашей жизни был из-за которого вы страдаете да где-то вот споткнулись чтобы был такой какой он есть и вот ваше желание как-то поднять его под себя подстроить его под себя под свои как какие-то ценности под свое видение каким должен быть человек она изначально обречено на провал но когда вы научитесь видеть что вот этот человек он отличный от меня мы с ним не похожи и мы будем учиться выстраивать я по крайней мере буду учиться выстраивать взаимоотношения с человеком но вот условно говоря один разговаривает на русском другой там и разговаривает на французском как вы будете общаться вам надо найти какие-то общие точки соприкосновения к примеру язык жестов вы же не будете обучать француза русскому языку если он не хочет и не будет обижаться на него даже если вы не хочет это его выбор но общаться то вы хотите значит найти какую-то общую точку соприкосновения потому что нельзя сказать что француз лучше русского либо русские лучше француза каждый по-своему хорош вот здесь вас этому как раз таки учит и нет близкого человека который бы понял вас потому что вы сами себя не понимаете здесь по двойке педакли куклу которая голова не держится на шее она как будто бы в невесомости вокруг нее все овощи пляж да то есть голова идет кругом нету какой-то внутренней опоры стабильности я не понимаю у меня нету основы то на что могу я опереться почему нет близкого человека потому что вот шестерка педакли вы хотите управлять вы хотите манипулировать манипулировать мы все манипулируем друг другом и между собой по-разному ну то есть наше влияние она так или иначе присутствует но когда мы хотим за счет другого человека покрыть свои какие-то потребности вот это называется манипуляции то есть подавляя волю и свободу выбора другого человека а у вас такое есть то есть когда мы хотим подделать другого человека под себя приучить научить например да вместе начинаете жить идет притирка и вот что-то мне не нравится в другом человеке я начинаю ему говорить что вот так надо то есть я не сажусь за стол переговоров и говорить давай найдем какой-то вот компромисс до либо консенсус чтобы тебе было хорошо и мне было хорошо а я бы хочу чтобы ты сделал так потому что в моей семье вот тапочки носят человек это вот моей семье не носят тапочки дома ходят вот например там не знаю в кроссовках что на улице то и дома в квартире не принято снимать почему потому что ноги могут понять да либо еще что-то это не переубедишь этого человека тебе нужно договариваться а вот здесь вот желание до контролировать почему потому что когда что-то непонятное мне присутствует моем пространстве я не знаю как с этим взаимодействовать поэтому мне проще подогнать под себя чтобы начать этим управлять и контролировать здесь страх страх непонимание как действовать с тем что не похоже на меня на что что-то другое и поэтому я не удивлюсь если я увижу что ваш прошлый партнер отличался от вас то есть тот человек о котором вы страдаете то есть не обязательно еще расскажу личное отношение может быть друг это может быть это мне не знаю какой-то знакомый приятель единомышленник отличался от вас и это причина почему нет близкого человека который бы понял вас потому что вы сами себя не можете понять вы не можете поменять свою многогранность на насколько вы может быть изменчива насколько вы являетесь составляющей многих каких-то аспектов до качеств вашего характера и поэтому вам трудно понять другого человека если вы понимали свои качества что вот у меня есть и это 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 тогда бы вы это видели в другом человеке а вы себя не понимаете поэтому вы в другом этого не видеть я скажу иначе какие мысли не пускают вашу жизнь людей если вы чувствуете одиночество вообще люди я не говорю о том чтобы понимали вас не поднимали людей в общем какие мысли не пускают вашу жизнь людей но на самом деле знаете сами как-то такие одиночки да вот по жизни если первой позиции были мудрые люди то здесь вот именно одиночки до которые заняты как-то своим делом и вокруг них никого нету вы сами как будто бы не очень-то хотите до пускать свое пространство да 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 а не хотите выпускать потому что вы обижены вы обижены вы как-то знаете сами босиком шли по стеклам сами себе поранили ноги и теперь плачете что вот мне сделали больно кто тот кто разбил стекло а я не заметила наступила теперь у меня ноги кровят опять-таки кто виноват тот кто бросил стекло не тот кто ходит босиком то есть в этом как будто бы нету вашей вины а есть вина вот другого человека новые обижены на здесь обида присутствует какие еще мысли не пускает вашу жизнь людей здесь что-то связано со спасательством может быть том что нет людей которые вас поддерживают которые вам помогут знаете вот здесь вот все время у меня идет такая такой аспект как вот именно непонимание себя потому что здесь на карте вот если вы посмотрите сидят две девочки да они как будто бы сестры сестры они похожи только одна какая-то вот воинственная ну скажем так амазон когда такая активная энергия а другая на более пассивно она мягкая на женственное здесь как будто бы две силы вас сами да то есть активная и пассивная мужская и как будто бы вы не можете это примирить внутри себя а вообще мысли об а дружбе что с этой дружбой то ли как будто бы вы думаете что люди не умеют дружить то ли вы не умеете дружить здесь как что-то связано с дружбой а еще у вас такое ощущение что любые вот взаимоотношения с людьми это вот как как будто вы вначале все хорошо да внутри три вот этих взаимодействий как будто бы вот какой-то чулан открывается какая-то черная дыра и туда люди падают и потом выйти не могут как будто бы какой-то вот обязательство сначала хорошо а потом как будто бы эти люди связаны но вот в минусе на связанные вот я теперь зависим да например я не могу без этого человека как-то покрывать свои потребности ну потому что у него есть деньги а у меня денег не да я зависим от него я не могу никуда уйти я не могу ничего себе купить если они попрошу что-то такое негативное то есть вот мысли о том что все начинается сначала хорошо а потом все плохо кто-то знаете вы какая-то вот бездонная дыра эти взаимоотношения надо вкладываться постоянно туда толку нет вот либо вам люди не помогают потому что здесь все карты у меня кричат о том что нужна какая-то помощь либо вам нужна помощь либо вас мысли крутится о том что люди к вам обращаются только тогда когда им нужна помощь либо вы любите заниматься спасательством либо вы хотите чтобы вас спасали но в любом случае мысли про одиночество и вот что-то такое неприятное что вы не видите позитивно ключей людей то есть как будто бы людям что-то обязательно надо да вот какая-то выгода да ты как будто бы вот найти нет такой доброты что ли открытости честности что все товарно денежный какой-то обмен ты мне я тебе все мысли крутятся об этом либо мысли непосредственно связаны с тем что кто-то бы пришел и вытащил меня кто-то кто бы пришел и спас меня причем как другой человек так и ваша потребность спасти сам самого себя саму себя какой страх влияет на отсутствие близкого человека по духу боитесь конфликтов ну вот я уж говорю не можете примириться самим собой страх что как тут не не войдете вот эту гарничную гармоничное отношение не поймете себя а вообще вы боитесь стать королевы жезлов до такой независимой потому что вам кажется что тогда вы как будто бы утратите себя какую-то женственность вот для вас ощущение того что королева жезлов это вот некая такая амазонка дав которой больше каких-то мужских качеств и отсутствует женские качества если вы женщина если вы мужчина то вы боитесь здесь вот такой сильной женщины для себя то есть если вы женщина вам нужно поработать с вашим мужским архетипом до с вашей мужской силой активной а если вы мужчина вам нужно поработать со своей внутренней женщиной потому что здесь вот страх вот этой женщины сильный мощный до что вот вы как будто бы боитесь что вы изменитесь вы станете другим человеком если вы как будто бы примерить сись примиритесь и найдете вот внутри себя примите какую-то вашу часть почему-то вы считаете что вы будете конфликтным человеком почему потому что у вас потребность вот как раз и помогать вот ваши мысли десятки кристаллов передавать какой-то опыт заботиться да вот вы вот такой вот мягкий человек человек любящий человек который вот хочет отдавать и вот вам кажется что если вы будете принимающим человеком вы будете каким-то вот эгоистом что-то нехоро здесь вот ваше убеждение надо с ними немножко поработать почему вы боитесь душевной близости теперь до этого мы смотрели какой страх влияет страх что вы изменитесь что вы перестанете быть мягким чувствительным эмпатичным таким знаете сопереживающим человеком который постоянно заботится о ком-то почему вы боитесь душевной близости вы боитесь разрушения вот вы боитесь как будто бы знаете что вы станете холодным человеком интересно кто может мне объяснить что это значит то есть я боюсь близости другим человеком потому что я боюсь разрушения как будто бы я знаете стану как овощем до который не умеет думать который не умеет мыслить я буду как будто бы знаете вот такой куклы податливый холодный который вот ну как марионеткой да то есть вы боитесь как будто бы стать вот холодные королевы без эмоциональной управляемой другим человеком не курят вы боитесь потерять себя здесь страх потерять себя что я потеряю себе но почему вы растворяете с другом человеке поэтому вы боитесь камера вы знаете вы боитесь то что я говорила да вначале хорошо а потом как-то какой-то чулан вот вы боитесь что вас душевный близ что вас будет ограничивать вы боитесь ограничения своих своей какой-то вот своего комфорта своего уюта своей жизни что вы знаете люди будут как будто бы в близости они нарушают границ вот у вас ощущение того что ваши границы будут нарушены и вы вами будут управлять хорошо и последний вопрос что поможет вам изменить ситуацию что поможет вам изменить ситуацию знаете поможет вам выйти вот из ваших из вашей вот это вот каши которая присутствует у вас в голове поможет вам просто идти по жизни и не бояться не бояться что кто-то за вами будет подглядывать кто-то с вами может поступить не так как то есть страх что вам кто-то причинит какую-то боль как-то может вас обмануть обхитрить что-то сделать с вами такое негативное вот здесь не надо обращать на эти как будто бы иди хочет сказать идите с высоко поднятой головой даже с чувством достоинства и наслаждения идите просто по жизни потому что у меня такое ощущение вот вот я вам это говорю и здесь у меня идет человек который вроде бы голову поднял да идет такое с чувством собственного достоинства но все рецепторы у него работают что вот кто-то откуда-то сзади может выскочить как-то и там я не знаю украсть зарезать вот напасть что такое то есть вы идете вроде бы хорошо но вот здесь вот все настороженно что вдруг что-то такое произойдет вот вам нужно выйти вот из того что вы не понимаете в своей жизни что все у вас в кашу в голове от своего прошлого где там фрукты и овощи все вместе непонятно то что вы выстроили здесь надо выйти из той картинки которые вы сами себе на придумывали то что вы сами себе создали что поможет вам изменить ситуацию шут дайте обнуление и перестать как будто бы молиться и просить то что чтобы то что вы хотели до чтобы она реализовалась то есть перестать просить об этом здесь такое чувство здесь скорее всего каких-то прошлых отношениях да вы еще как будто бы просите хотите чтобы этот человек вернулся ваша жизнь а здесь вот как этот больной умер то есть как ты как бы ты не просил не молил духов ответ будет отрицательный но то есть здесь . все здесь обнуление что вам надо поставить . вам нужно обтулиться и пойти в королеву кубков захотеть до захотеть вот и настоящие любви истинной любви истинной любви когда есть взаимность то есть вам нужно искать и взаимность в отношениях никогда кто-то один вкладывается тогда вы себя точно потеряете и вот у вас такой опыт был вы растворяете с другом человеке и теряете себя нужно нужно взаимность для этого у вас есть эмпатия для этого у вас есть интуиция чувствовать себя ощущать понимать и вот то знаете выстраивать вот эти вот свои границы чтобы их никто не пресекал для этого вам нужно понять ваши границы собственно уже сами не понимаете что можно еще а что не до что-то дайте иногда мы не понимаем вот юмор другого человека он оскорбляет нас либо здесь нам надо действительно посмеяться и иногда хороший манипулятор он через шутку через юмор прощупывает границы другого человека то есть есть шутки когда то есть шутка воспринимается как шутка тогда когда смешно всем когда смешно только одному это уже манипуляция что поможет вам изменить ситуацию развязать свои узлы которыми вы сами себя завязали оставить старое и идти нас вам надо высвободиться я не знаю как вам это сделать но здесь вот в освобождении разные колоды разные карты но суть от надо высвобождение освободиться освободиться от оков путь именно прошлого то что мы с чего мы начали до стройки луков стройки мечей освободиться поставить всю точку там уже ноль вот стереть как говорится из своих ожиданий планов на будущее развернуться не смотреть прошлое развернуться сторону будущего захотеть получить ту звезду до того человека который бы вас понимал здесь ключевое слово взаимность взаимность вам поможет понять если нет взаимности в чем-либо это уже не ваш человек взаимность должна быть мы говорили изначально да что есть разные люди есть разница но насколько бы люди не были разные если у них есть взаимность в понимании в ощущение мировосприятия и одинаковые цели как минимум убеждения могут быть разные но цели и ценности должны быть одинаковые вот это вот и есть взаимность если ценности будут разные как бы вы как-то я не знаю не были влюблены потому что любовью это не назвать все равно кашу не сваришь да потому что что-то общее должно быть вот такой был расклад и вторая позиция я благодарю вас за внимание неважно смотрите вы меня сейчас с ютьюба либо с яндекса дзена ваши комментарии всегда приятны и необходимы для продвижения для развития моего канала я с вами прощаюсь до пятницы всем пока пока